С 14 сентября 2015 года в России начали действовать новые правила для получения шенгенской визы. Все страны шенгенского соглашения вводят единую визовую информационную систему, которая позволит им систематизировать данные все по визам, улучшить, наверное, качество обслуживания, упростить порядок выдачи виз для них, по крайней мере, и предотвратить поток нелегальных виз, дабы не попадали в страны шенгенского соглашения люди, которым было до этого отказано. Теперь для получения шенгенской визы россияне старше 12 лет должны сдавать отпечатки пальцев, а те, у кого загранпаспорт старого образца, еще и делают специальные фотографии, показывающие сетчатку глаз. И главное, чтобы проделать все эти манипуляции, необходимо в обязательном порядке лично являться в визовые центры. Обновлять свой банк биоданных придется раз в пять лет, независимо от того, закончилась виза или нет. Все туристы теперь будут предварительно перед подачей документов на визу, будут записаны в эти визовые центры, дабы пройти эту процедуру. Она будет занимать всего лишь 5-7 минут, на нее нужно будет записаться, и необходимо будет присутствовать либо всей семье, либо всей группе участников, которые путешествуют по данному туру. Как скажется, введение биометрики на сроки выдачи визы предсказать сейчас не может никто. Возникает масса вопросов, ответов на которые нет. А отсюда и прогнозы неблагоприятные для европейских турструктур. На мой взгляд, конечно же, это утяжелит работу туристических фирм, уменьшит туристический поток в страны Шенгенского соглашения, потому что не каждый турист потенциальный захочет совершить некоторый ваяж в Москву. Несмотря на то, что мы в Рязани находимся на расстоянии 180 километров, есть города, которые по удалению уже на 500, 600 и 700 километров и более. Как будут действовать в данном случае жители тех городов, пока нам не ясно. Напомним, что Шенгенская зона включает в себя 25 стран Европы и напоминает некое государство, которое было создано для международного туризма с пограничным контролем при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля внутри нее.